А можно карту? Вперед! Блохер! Помнишь, здесь у нас была дегустация? Водопад. Мы даже здесь с тобой сфотографированы. Мы в ботаническом саду Батчика. Старинные камни. И мы сейчас вдоль водопада пойдем во дворец. Вот тут видите, сколько объектов можно посетить. Большие деревянные двери арочной формы с декорацией из металла впечатляют своим изяществом. Вилла Муара. Какой красивый вид на море. Нет, вон там стрелка, видишь. Здесь очень красиво. Мы, как всегда, заходим не с того входа, где все. Потому что все оттуда идут сюда. А мы оттуда идем сюда, при том, что мы тут еще не посмотрели. Слушай, так а давай здесь сейчас сидим, попьем кофейку. Так. Немножко утомились. Решили устроить привал. Да. Приятного. Заодно попить кофейку на фоне дворца. Королеву Марии. Там есть покои. Это Тихое гнездо. Вилла Тихое гнездо. Так. Мы идем во дворец Тихое гнездо. Он был построен между 926 и 1937 годами, когда данная территория принадлежала Румынии. И эта вилла, которая называется дворец, была построена для нужд королевы Марии Единбургской. Сейчас мы туда направляемся. Продолжение следует... Готовы к пресечению дворца. Так. Спазываем в предпазне мерки. Дочь Александра Второго. Отец английский принц. Второй сын королевы Виктория. А она румынская была королева, да? Мария. Она родилась в Англии, но выходит замуж за Фердиналда. И после смерти Кома Первого не становится королевой Румынией. Престол наследия. После Фердиналда умирает в 1927 году, когда заканчивают строительство первых здесь вилл. 27-е тихое гнездо построено. А в каком году этот балчик перешел в Болгарии? После Ньюанского договора в 19-м году Южная Добруджа становится территорией Румынии. И продолжается это всего 20-й лет до 40-го года. По, опять же, мирному Крайовскому договору между Германией и Россией, Южная Добруджа возвращается территорией Болгарии. Лист разрешили фотографировать, поэтому мы теперь спокойно можем снимать. Интерьер очень интересный. А мы сейчас поднимемся наверх по этой винтовой лестнице. Добрый день. Хорошая румынская левитка. О, тут бани. Тканчики, конечно, я думаю, новые. А мы выходим. Ой, вот уже и вечер. Вот коткам кто-то дал поесть. Вот какие лабиринты. И мы тут ходим. О, посмотрите. Боже мой, здесь же темно. Вот мы идем дальше. По-моему, начинается гроза. Ой, как шумит. По-моему, мы сейчас попадем по туртик. Это вообще... А, мы вышли в ботаническую городину. А тут есть выход. Смотри, тут можно пойти вниз. И тут мы и спрячемся от дождя. Спасибо, Боже, что спас нас от дождя. Ой, куда я попала? А тут я не смогу вылезти. Нет, все, ребята, назад. Так, все, мы убегаем от дождя. Сейчас пошел сильный дождь. Конечно, тут ботанический сад. Очень красивый. Можем спрятаться вот здесь. Смотри. Хочешь, спрячемся? Здесь можно посидеть. Подождем, пока он кончится. Так, пошел сильный дождь. Мы спрятались. К нам тут же прибежал контент. И мы его решили сфоткать. Такого красивого. Ты записанный снята. Итак, вот несколько плюсов Балчика. Здесь очень комфортно жить. Здесь хорошая инфраструктура. Отличные рестораны. Прекрасный променад. Пейзажи. Морские виды. Комплексы не такие огромные. Но четыре. Максимум пять этажей. Ну, вообще все четыре, по-моему. И здесь поэтому не так много людей. Приезжайте в Балчик. И вы будете приятно удивлены. Тишиной, покоем, уютом этого города. Вы можете отдыхать здесь. Прогуливаясь не спеша по этому прекрасному променаду. Приехали на платную стоилку прямо в ботаническую городину. И хотим получше показать вам ботанический сад. В прошлый раз нам помешал дождик. И мы смогли увидеть только дворец королевы Марии. Сегодня я расскажу вам о ботаническом саде. Ботанический сад был основан в 1955 году. И занимает площадь 19,4 гектара. Зашли с другого входа. И теперь здесь будут совсем другие виды. Это, по-моему, яблочки. Слива. Вот такие деревья тут, скажем. Вот это обыкновенный кипарис. Редкий сорт. Вот такие таблички везде тут расставлены. Вот это вилла из Бында и вилла Казарма. Вот такие олейки здесь. Вот это вилла. На форци... Форзиция. Пионы. Уже цветают. Спирия. Спирия. Вот какой тоннель. Мы в тоннеле. Вот какие черепахи. Они живые. Наверное. О, это головка шевелит. А это моргает. Вот какие черепашки. Ребятки. Уютные уголки в этой ботанической градины. Очень красиво. Вот березка. А вот здесь вот такой ручеек бежит. Вот якорь супер. Это точно со дна подняли? Так, это мета-секвоя. Мета-секвоя. То есть не просто секвоя вам какая-нибудь американская. А мета-секвоя. Это греческая ель. Абис серфалоника. А теперь нам жарко. Нам жарко. Здесь очень красиво. Сейчас мы уходим. Бороза. Дальше нам дорогу припередила речка. Поэтому нам придется перебираться на берег по дорожкам. Мы нашли себе альпинистскую тропу. Так как? Да. И альпинистка моя, скалолазка, пошла. Пошла, 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 пошла. Альпинистка моя, скалолазка. Вот так вот. Подъем взят. Старинные камни. Красивые верчи. Администрация, сад, мерчи и киносалон. Когда-то это была водяная мельница в местности Трапеза. Теперь мы выходим сюда. Как они любят анютины глазки. Не знаешь почему? Просто везде. Да, вот мы около водопадика. Бесплатно? Конечно. Да, бесплатно. А, я так и подумала, потому что столько людей. Да, заходите, заходите в этот сувенирный магазин. Сейчас зайдем. Мы в сувенирном магазинчике. Хочу что-то сладкое. Лукум, наверное, мягкий, да? Да, вот это мягкий. Можно попробовать взять? Вау. Дегустация. Бесплатная. Вот это мёд в речке, розы. Давай такую купим, ты будешь это есть. Мерси. Все. Сейчас как-нибудь реконструкция. Вот, ну, в коктусе садей. Вот эти плоды можно есть. Но колючки... Они полезные. А почему нет колючек? Ну, разобрали на сувенир. Сейчас суккулентики поснимаем. Так, серебряный колодец, изященные кованые ворота, белокаменные постройки хранят колодец в самой холодной и чистой воде. Из-за прозрачности этой воды с незапамятных времён ему имя дали серебряный колодец. Это шелковица, да. Это шелковица. Да. Вот главный вход, ботанический сад. Вот тут все подробно, красиво. Да, вот здесь вот заезжают автобусы. Вот там, да. Незабудочка цветочек, незабудочка трава. Центральный вход, ботанический сад. Прекрасная. Да, врата стилизованы под стареньки. В этом культурном центре дворца проходят выставки. И вот здесь вот в апреле началась выставка, и до сих пор она есть. Великая априлская эпопея. Это тополо. Бековно древо. Это тополь белый. А, это тополь. Вообще, тополь недолговечный уделил, а этот какой-то вечный. Мы тоже и в туннель зашли. Красиво. Наша экскурсия завершилась. И мы решили поужинать в ресторане у моря. Спасибо. Какой аромат. Наши мидии все перекочевали из кастрюльки в поддончик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наше путешествие закончилось. Спасибо, что путешествуете со мной. Я очень рада хорошей компании. И до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. Это очень нам помогает и стимулирует. Наше дальнейшее творчество. Наше дальнейшее творчество.